снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео я планировал поговорить с вами об интервью которые дал максим шевченко одному из каналов в котором осветил многочисленные крайне интересные моменты касающиеся взаимоотношений россии и турции да этот человек легендарный и он в неочередной раз тем самым интервью о котором я планировал поговорить именно в данном видео показал себя человеком с большой буквы ведь очень тяжело быть честным и справедливым находясь на территории той страны которую ты критикуешь с точки зрения исторических нюансов крайне тяжело но максим шевченко для него совесть видимо играет самую ключевую роль нежели риски которые из-за его совести он может приобрести в своей жизни форме врагов противников а главное людей которые готовы даже угрожать жизнью максиму шевченко удивительный человек планируя поговорить с вами о том самом интервью но зайдя на свою почту я все-таки понял что несмотря на важность того о чем говорил максим шевченко в отношениях россии и турции а также в отношении геноцидов над мусульманским населением земного шара в котором к сожалению россия принимала периодически участие я понял что есть темы которые возможно поважнее потому что вы прислали мне некоторые статьи мимо которых пройти мимо не обратить на них внимание либо отложить в более поздний ящик я посчитал невозможным и сейчас вы поймете почему вместо разговора о интервью максима шевченко в данном видео мы с вами поговорим для начала о интересных нюансах в частности о гарри каспарове да известном некогда шахматисте который сейчас заклеймен в россии так как он был внесен в перечень террористов и экстремистов знаете меня что интересует в связи с этим почему сейчас ведь гарри каспаров был близким другом национал большевика лимонова ведь гарри каспаров являлся одним из ключевых фигур касательно русских маршей но все это почему то никак не отражалось со знаком минус на его жизни и только сейчас вдруг россия спохватилась ну потому что видимо в предыдущие годы армянство россии очень хорошо прятало его когда это было необходимо тогда вопрос кто же такая армянская диаспора россии если она прятала человека который действовал против россии может быть правы те кто называл армянскую диаспору пятой колонной в российской федерации я не говорю про армян россии ведь армянская диаспора это далеко не все армяне которые проживают на территории российской федерации не так ли для того чтобы убедиться в этом я сейчас не буду открывать статьи и видео в которых армяне сами критикуют ару абрамяна лидера союза армян россии ключевой диаспоровской организации российской федерации многие недовольны поэтому не все представители армянской диаспоры не все армяне россии вернее являются представителями армянской диаспоры второй момент с которым я хотел вас ознакомить прежде чем мы бы перешли с вами к основной теме крайне интересной это статья которую вы могли бы даже не читать но обратите внимание на фотографию вот она она имеет крайне малый размер я заранее ее перенес к себе на компьютер и увеличил вот эта фотография вас ничего не смущает никакое изображение неужели никого из вас не смущает одна из четырех фотографий из которой состоит общая фон владимир владимир путин рядом с одним из ключевых убийц азербайджанцев карабаха посмотрите внимательно армяне армяне решили вспомнить об этом человеке об этом варваре об этом убийце возгене саркисяне правда они опять таки забыли кое о чем о чем я им как раз таки напомню тем кто вспомнил возгена саркисяна что возген саркисян принял смерть вместе вместе с одним из немногих армян который говорил изначально о необходимости переговоров с азербайджаном он погиб вместе с домерчаном интересный такой нюансик он погиб вместе с тем кого карабахское так называемое движение изгнала вначале из Армении а потом пригласила правда пригласила чтобы убить интересная вот эта фотография Путин рядом с убийцей азербайджанского народа неприятно ощущение складывается если не вспомнить что Путин потом поменял свое отношение и что данная фотография скорее всего датируется когда Путин еще не возглавлял Россию а являлся в лучшем случае премьер министром тем не менее все равно много вопросов возникает когда смотришь на эту фотографию согласитесь а Путину это хорошее напоминание о том как через буквально пару лет после убийства домерчана вместе с армянским боевиком Вазгеном Саркисяном в Армении стали уже появляться первые митинги против Владимира Путина с оскорбительными лозунгами в его сторону Путин слово из трех букв которое пишется на заборах помните и ведь кричали те самые кто являются сторонниками Саркиса прошу прощения Вазгена Саркисяна в частности люди из его окружения кричали потом эти оскорбительные лозунги а сейчас несмотря на ту громадную помощь которую Россия оказывала армянам посмотрите на то в какую форму вооружены военные армянской армии очень напоминает российскую хотя это явно уже далеко не 91 не 92 и даже не 93 год ведь армяне говорят что помощи не было а сейчас а что же сейчас дорогие друзья и вот сейчас мы переходим к главной теме Армения покидает ОДКБ плюсы и минусы для армян интересный вопрос тем более этому вопросу в данном видео задаются две статьи так что же происходит в Армении в Армении происходит то что планировалось видимо армянами еще в начале двухтысячных когда перезахоранивали генерала Дросмана Канаяна в Армении это все готовилось когда американское посольство в Армении достигло безбожных размеров это все готовилось когда Армения так называемые вооруженные силы Армении 8 раз участвовали в натовских учениях но все время что-то мешало и вот сейчас Пашинян решил исполнить то что планировали совершить его предшественники он просто выполняет все то чего хотели добиться Кочарян и Серж он хочет поставить жирную точку не только в отношении Карабаха но и в отношении тех планов в отношении проникновения запад на Южный Кавказ которые хотели провести в жизнь Кочарян и Сержсарксян как минимум а возможно и сам Левон Тер Петросян две яркие точки так какие же плюсы и минусы Армения может приобрести если Россия проявит жесткую политику то Армения может не стать она станет областью России об этом уже говорили многие Россия может сделать так через своих агентов на территории Армении чтобы спровоцировать столкновение с Азербайджаном либо с Турцией и опять таки закрыть эту самую тему это уже в истории Армении было помните Александропольский договор Армения Дашнакская Армения объявила войну Турции чем это закончилось Россия может проделать то что тогда сделала Англия и вполне может получиться и опять таки тема Армении тогда будет закрыта и есть третий вариант если опять таки Армения сама успеет провести эту политику улучшение отношений с Азербайджаном и Турцией и запуска от имени НАТО на свою территорию турец турецких сил ведь Армения рвется в НАТО но ни в коем случае не Францию потому что то теперь давайте представим себе что не просто военная техника а сами вооруженные силы Франции в малом большом количестве оказались на территории Армении жесткие действия России обеспечены жесткие антиармянские целодвижения со стороны Ирана обеспечены Недовольство со стороны Турции и Азербайджана обеспечено и определенная толика недовольства и со стороны Грузии потому что Грузия потеряет колоссальные доходы в отношении с Турцией и Азербайджаном которые будут заняты Армении надеюсь я ответил на вопросы в отношении выхода Армении из ОДКБ к чему это может привести а также ознакомил вас интересной информацией ну а дальше во что все это вылится поживем посмотрим жду ваших комментариев дорогие мои в отношении будущей жизни Гарри Каспарова в отношении того что вы думаете о той фотографии где изображен сфотографирован Владимир Путин вместе с одним из армянских боевиков а также об отношениях которые складываются между Арменией и ОДКБ жду ваших комментариев в которых вы выразите свое отношение ко всему услышанному также хочу напомнить что под видео кроме ссылок на статьи видео которые мы с вами рассматриваем я как и всегда оставлю необходимые данные для финансового спонсирования канала вашего слуги теперь точно все всегда ваш Сеидов Кямран до свидания до свидания до свидания